Здравствуйте, уважаемые зрители канала Булаточка, наши дорогие партнеры, наши подписчики, ну и покупатели и ценители техники Вейма. Очень часто задают нам вопрос. Он, конечно, нас обескураживает и на него очень сложно ответить, но мы постараемся на примере нашего подписчика, который, по сути дела, задал приблизительно тот же вопрос, но он хотя бы его конкретизировал. То есть он говорит, сравните мне две модели Вейма 1100А серии ПРО, это вот эта модель дизельная, и модель Вейма 1100С серии ПРО, это модель бензиновая. Потому что очень часто мы слышим вопрос, что же вы мне порекомендуете, дизель или бензин? Один дам дельный совет и может быть он многим пригодится. Это в выборе дизель или бензин отыгрывает не совсем важную роль, потому что оба мотоблока, они будут выполнять ту работу, с которой вы себе ставите цель справиться. Но больше вопрос к тому, насколько вы имеете возможность обслуживать дизельный двигатель. То есть очень важно, сталкивались ли вы вообще с дизельными двигателями. Потому что дизельный двигатель, он и в обслуживании сложнее, он и в стоимости дороже по сравнению с бензиновым. Поэтому при выборе мотоблока не слушайте, наверное, соседей, тех, кто вам говорит, что все-таки дизель есть дизель. Если вы позволите себе запускать дизель с кикстартера, это гораздо тяжелее, чем бензин, и мы вам сейчас это в этом видео покажем, тогда дизель. То есть если же все-таки вы у нас более такой городской житель, и который выезжает, помогает родителям или покупаете стареньким родителям, то я, наверное, от себя могу сказать, не обязательно рекомендовать и дизель. Ну и вот для нашего подписчика, который говорит, сравните мне эти две модели по характеристикам. Его интересовал вес, его интересовала визуализация, его интересовалась возможность запуска бензинового и дизельного. И, соответственно, по комплектации. Но комплектации у нас одинаковые, а вот по характеристикам и весу сейчас мы пробежимся для нашего дорогого подписчика. Начнем мы с мотоблока Weyma 1100A. Это мотоблок из серии Pro, который, вот как мы видим, он идет уже в обновленном дизайне. У него измененная комплектация. Фреза здесь уже у него разборная. 2, плюс 1, плюс 1. Мы тоже это все покажем. Двигатель. Вот все-таки, если мы сравниваем два двигателя. Дизельный и бензиновый. То есть, по объему. Дизельный двигатель имеет объем 296 сантиметров кубический. Бензиновый, вот этот, имеет 212 сантиметров кубический. По мощности. Мощность дизельного двигателя 6 лошадиных сил, мощность бензинового двигателя 7 лошадиных сил. Казалось бы, бензиновый, по тем параметрам, которые я назвал, а все, наверное, всегда привыкли слышать, мощность выигрывает. Но идем дальше. У дизельного двигателя количество оборотов 3600 оборотов в минуту, у бензинового тоже 3600 оборотов в минуту. А вот что отличает, конечно, дизельный двигатель от бензинового, это крутящий момент. У бензинового двигателя вот этой серии получается 12 ньютона метров в крутящий момент. У дизельного 18. И, конечно, это большое преимущество дизеля. То есть, он на средних оборотах может выполнять ту же самую работу, которая выполняется на бензиновом. Но это, скажем так, такой параметр, который можно ставить в плюсы, когда эта техника используется на тяжелых грунтах и с большим моторесурсом. Поэтому, вот кто это понимает, то дизель, конечно, здесь выигрывает. По баку у этого дизельного двигателя бак 3,5 литра. У бензинового сейчас, так как здесь идет двигатель серии Waymo Deluxe, то бак идет 4,5 литра. И, конечно, всех интересует расход топлива. Вот здесь тоже интересный факт. У дизельного двигателя на сейчас это где-то в районе 270 грамм на киловатт-час. У бензинового 400 грамм на киловатт-час. То есть, это согласно, опять же, данным заводским. В зависимости от нагрузки и эксплуатации это тоже все меняется. Масло в дизельном двигателе идет 0,8 литра, именно в шестерке 178, в бензиновом 0,6. Дальше мы переходим к редукторам. Редукторы здесь абсолютно одинаковые. Масло сюда влазит у нас до 2 литров. В дизельной, соответственно, то же самое. В комплектации колеса 4х10 и здесь, и там, и там. Сцепка и сошник тоже у обоих моделей присутствуют. И, соответственно, вес. Задавался вопрос, сравните по весу. Дизельный мотоблок. Вес его, если брать с фрезами, совсем в районе 130 килограмм. Бензиновый, опять же, берем во всей комплектации, где-то в районе 115 килограмм. Соответственно, вес отличается только весом двигателя. Дизельный тяжелее, бензиновый легче. По восприятию, хочу еще на это обратить внимание. Вот я беру его в свои руки и пробую, что такое бензин. То есть, по сути дела, его не особо чувствуется. Но дизель все-таки перетягивает вперед. И, опять же, ссылаясь на то, вы, когда заказываете мотоблок и выбираете дизель или бензин, стараетесь меньше слушать добрых соседей и советчиков. А больше понимаете, что техникой работать непосредственно вам. И все эти нагрузки будут проходить у вас через спину. Хочу еще остановиться вот сейчас на фрезе. Сейчас фреза идет в серии про разборная. То есть, идет у нас вот секция. Вот так вот, давайте раздвину, покажу. То есть, двойная. То есть, карточка здесь и здесь. И две дополнительных. Поэтому везде написано 2, 2, плюс 1, плюс 1. И идут диски защиты растений в этой серии. Идет 32 ножа. Ну, леечка. Это уже такой атрибут, который уже, наверное, ко всем привыкли увеймы. Дополнительные диски защиты растений. И многие просят сейчас показать ширину захвата. Я хочу показать вам пока вот так, потому что это тоже интересно. От крайней секции до этой у нас получается 440 миллиметров. Уважаемый подписчик, это тоже вопрос прозвучал. И у нас еще есть подписчики, которые просят меня показать ширину захвата колеи на колесах. Я вам сейчас так покажу. То есть, получается... Так, давайте по центру возьмем. 620. И сейчас для нашего подписчика, я думаю, для многих зрителей, будет интересно увидеть сравнение этих двух моделей по ощущениям, когда запускается бензиновая модель Weima 1100C серии Pro и дизельная. Потому что этот вопрос тоже всегда возникает. И на примере желания нашего подписчика, мы сейчас для наших зрителей и будущих заказчиков вам покажем. Напоминаю... Еще одну секундочку. Напоминаю все, кто имеет возможность приехать к нам на тест-драйм. Приезжайте, заранее запишитесь. Потому что через вот такое общение мы можем показать только как мы это делаем. Ну, а у вас, если будет возможность приехать и потестировать технику, пожалуйста, будем рады с вами поближе познакомиться. И вы поймете, что такое бензин и что такое дизель. Ну, а так как наш подписчик очень далеко, то сейчас мы для него покажем, как все происходит. То есть, мы включаем вот эту защёлочку. Ну, на бензине тут все чуть-чуть проще. Почему я и говорю, кто имеет все-таки маленький опыт общения с техникой, но бензин он все-таки проще. Вот, мы с вами завели бензиновую вейму. Это вейма 1100C. Еще раз заглушу ее. И давай еще раз запустим. То есть, вот сам эффект, смотрите. Вот это насколько легко запустить бензиновый мотоплод. Соответственно, он и легче и в обслуживании, и в решении вопросов о расстоянии. Потому что в бензиновом двигателе есть две причины. Это топливо и искра. Если топливо не поступает, разбирается с топливной системой. Если нет искры, решаем вопрос искрообразования. Выключаем. Конечно, сами по себе двигатели вейма, они надежны. И это уже проверено не только моими словами, но и временем. И вот сейчас давай мы с тобой, Руслан, заведем дизель. То есть, вы могли видеть, как запускается бензин. То есть, в дизельном мы обороты ставим по максимуму. И обратите внимание на сам процесс. То есть, мы качаем, закачиваем топливо, выжав декомпрессор. Обратите внимание, куда он ставит ноги. Вот видите, то есть, подожди, я хочу на этом. Видите, человек занимает упор. То есть, соответственно, он уже понимает, что это не совсем легко. И вот мы сейчас запускаем. Поэтому, если... Вот видите? Так запускается дизель. Я не могу сказать, что дизель это плохо. Но тот человек, который непосредственно слушает только соседей, которые ему говорят, возьми дизель, он лучше. Но при этом сам владелец... Давай заглушим. Потому что я сейчас скажу такие важные слова, которые, по сути дела, может быть, все видео смотреть и не нужно. А нужно вот именно услышать мою мысль. Поверьте, это слова, которые получены опытом, многолетним опытом. Так вот, когда заказываете мотоблок? Дизельный или бензиновый? Меньше слушайте соседей или, назовем так, тех специалистов, которые будут говорить вам, покупай дизель, никого не слушай. Если у вас техническая подготовка позволяет и физическое, напомню, и физическое, или покупайте дизель только со старта, позволяет запускать дизельный двигатель и обслуживать его, соответственно, я ничего не могу сказать плохого о дизеле. Дизель это круто, потому что у него классное тяговое усилие. Ну и, наверное, имеет смысл дизель использовать тогда, когда у вас очень большой участок, или вы используете его очень много дней в году. То есть, если у вас нет особо опыта использования двигателей внутреннего сгорания, вы просто хотите себе купить помощник, который никогда вас не должен подводить, который очень удобен в обслуживании, который всегда вам поможет. Или человек, который разбирается в двигателях, или просто человек, который понимает, что такое двигатель внутреннего сгорания. То есть, я вам рекомендую бензин. Это, поверьте, такие моменты. Всегда нам нужен мотоблок, чтобы он работал тогда, когда мы его берем. А когда вы будете выкатывать мотоблок, и он не будет заводиться, вы будете искать кого-то виноватым, это не совсем хорошо. Поэтому, вот для нашего подписчика, он нас попросил сравнить бензин и дизель. Вы видели, как запустился бензин, и вы видели, как запускается дизель. Решать вам, но я всем рекомендую, настоятельно. У кого есть возможность, лучше запишитесь на дополнительную консультацию. И сейчас, Руслан, давай это. Сейчас мы для... Это последний вопрос, который интересовал нашего заказчика. Давай, я подержу так, а ты снимай колесо. Да, лучше мы это бы открыть. Ну, давай здесь. Сейчас я поставлю фрезы. И, соответственно, мы померяем ширину захвата культивации. Снимаем. Кстати, очень удобно. 32-й шестигранник. Фреза снимается и одевается. Это тоже для многих будет интересная информация. Есть возможность регулировки фрезы. Так как фреза разборная. Ну, я сейчас померяю максимальное расстояние. У нас есть подписчик, который нам пишет. Пишет и говорит, пишите расстояние, размеры. Ну, и сейчас вот для него... Руслан, держи рулеточку. Давай, я отойду от сюда. А ты померяй ширину захвата. Напоминаю, мы находимся на канале Булатка. Канал Булатка информирует наших клиентов о том, как есть все на самом деле. Ну, вот. Ну, как и есть. 1300 миллиметров. То есть, уважаемые заказчики, уважаемые зрители, сейчас вы смогли увидеть, что максимальная ширина захвата фрезы на модели 1100C и, соответственно, на модели 1100A из серии Pro. По сути дела, это одно и то же. Является 1300 миллиметров. Но есть возможность регулировать. Так как я вам показывал. И это сейчас мы учли в серии Pro. То есть, у нас есть... Сейчас я как раз покажу. Вот. Разборная фреза. Вот такая. То есть, мы можем ставить по две секции и работать в между ряде. Ну, и подытожив наше видео, хочу обратиться к нашему подписчику. Если будет у вас возможность, напишите, насколько вам помог наш видеообзор в выборе техники. А мы постарались ответить на вопрос. Точнее, даже не ответить на вопрос, а помочь тем людям, которые сравнивают дизель с бензином. И от себя подытожим. Это абсолютно два одинаковых мотоблока, только отличается то. И они разделены на два вида для тех людей, которые выбирают себе дизель или бензин. Ни один продавец не может посоветовать своим покупателям, пока не ознакомится с покупателем и не поймет, насколько человек понимает ли в технике или нет. Поэтому в первую очередь старайтесь записаться на консультацию, получить квалифицированный ответ и подбор. И только после этого делайте выбор в пользу того или иного мотоблока. Если вам был интересен наш видеообзор, подписывайтесь на наш канал и комментируйте. Спасибо за внимание. До скорых встреч.